Второе занятие. Мы говорим о служении Иешуа. Следующее свидетельство об исцелении в 9 главе. С 37 стиха. Давайте начнем разбирать это место описания. На следующий день, когда они спускались в возвышенность, их встретила огромная толпа. Внезапно один человек в толпе закричал, Раби, умоляю тебя, взгляни на моего сына, это мой единственный ребенок. Дух схватывает его и внезапно начинает кричать во весь голос и вызывает у него судороги и пену у рта. Я просил твоих тальмидимов изгнать этого духа, но они не смогли. Посмотрите на реакцию Иешуа в 41 стихе. О, извращенный народ без всякой веры. Это впервые, когда Иешуа обличает Своих учеников открыто. И это касается не только учеников, но всех собравшихся. Он говорит о том, что у людей, которые собрались, нет веры, чтобы увидеть исцеление этого человека. Ученики не понимали их власти. Те, кто смотрели заслужение Иешуа, до конца не понимали, что эта власть исходит от Бога. Поэтому он называет их развращенным народом без всякой веры. Но мы не хотим быть развращенным народом без веры. Мы хотим, чтобы Иешуа действовал через нашу веру. Мы хотим, чтобы Иешуа говорил о нас, как о том римском сотнике, что я не видел нигде такой веры. И здесь обличаемо именно неверие. Иешуа запретил духу и исцелил мальчика. То есть дух ушел, и это произвело исцеление для ребенка. Вернемся к первому стиху этой главы. Мы тогда понимаем, почему Иешуа был расстроен из-за своих учеников. Потому что перед тем отрывком, который мы прочитали, в первом стихе сказано, что Иешуа собрал двенадцать учеников и дал им власть и силу. Для чего? Чтобы изгонять бесов и лечить болезни. То есть Иешуа взял ту власть и силу, которую имел, которую они видели, как он демонстрировал. И он сказал, я даю ее вам. Вы можете исцелять больных и изгонять бесов. И потом он послал их проповедовать Евангелие и исцелять больных. И они пошли проповедовали Евангелие и исцеляли больных. Но в этой ситуации у них не было достаточно веры, чтобы увидеть исцеление этого мальчика. Десятая глава. В предыдущей главе сказано, что двенадцать апостолов Иешуа дал власть. Но в десятой главе Видим, что Господь назначил других семьдесят учеников и дал им также власть. Некоторые люди пытаются доказать, что власть и сила были даны только двенадцати апостолам. И для этого есть теологический термин «апостольская власть». И поэтому люди говорят, что только двенадцать апостолов имели силу и власть совершать дела Иешуа. Но здесь, в десятой главе, конкретно сказано, что это другие семьдесят учеников, которые получили ту же власть и силу. Он послал их. И в восьмом и девятом стихе сказано, «Всякий раз, войдя в город, где вам оказывают теплый прием, ешьте то, что поставят перед вами». И в девятом стихе что сказано? «Исцеляйте там больных». И проповедуйте, что Божье Царство недалеко от вас. Это та же власть и та же заповедь, которую он дал двенадцати апостолам. Семнадцатый стих. Они вернулись, ликуя. И сказали, «Господь, с Твоей силой даже бесы подчиняются нам». Обратите внимание на ответ Иешуа. И я немного перефразирую. И он говорит, «Да, я знаю». «Я видел, как Сатана упал с небес подобно молнии». Понимаете, что он говорит? «Я знаю, я видел, как Сатана был лишен своей власти и силы». Он был свергнут с небес и упал на землю. И дальше он говорит, «Помните, я дал вам власть». Девятнадцатый стих. «Кому я дал ее?» «Я дал ее вам». «Двенадцати только?» «Нет, семидесятый». «Я дал вам власть, поэтому вы можете попирать змей и скорпионов». «И попирать все вражьи войска». «Попирать немножко вражьи войска». Так написано? Нет. «Написано все вражьи войска». «И ничто не повредит вам». Бесы, они действуют на основании власти. Но у Ишуа есть вся власть. И Он дает ее своим последователям. Чтобы, имея эту власть, мы могли превозмогать всякие силы и власть тьмы. То есть, фактически, когда какой-то человек имеет недомогание или одержим, то верующий, должен быть верующий, который произнесет, проговорит ему с властью и освободит его от этого рабства. Та же сила и власть, которая была у Ишуа, была дана 12 ученикам. Также она была дана 70 другим ученикам. И в других местах сказано, что Он высвободил эту власть и силу всем Своим ученикам. У вас есть эта сила и власть? Да, есть. У вас есть та же сила и власть. Okay, quickly, chapter 13, beginning with verse 10. On Sabbath, Jesus was teaching in the synagogue, and a woman was there who had been crippled by a spirit for 18 years. So, according to this scripture, why was she, what was causing her to be bound? Because of the evil spirit. A spirit. Right. A spirit was causing her sickness. It clearly says it right here, right? Some sickness is due to demonic force intruding in upon us. Okay? So, Jesus looks at her. He calls her forward. So, Jesus is the one who initiates this encounter. And His words to her, woman, you are set free from your infirmity. Then He put His hands on her. And she immediately straightened up and began to praise God. So, here was a woman who was bent over, and it was because of spirit was on her. So, here we see a woman who was raped by a spirit. Interesting. Jesus doesn't rebuke the spirit. And it's interesting, that Yeshua didn't rebuke the spirit. But He makes a declaration, you are free from the infirmity. But He makes a declaration, you are free from the infirmity. And then He touches her. And she straightens up. And she straightens up. Incredible. Chapter 14. 14-я глава. And chapter 14, verse 1. 1-й стих. We have Jesus went to eat in the home of a prominent Pharisee. И Шо отправился пообедать в доме одного из ведущих фарисеев. And verse 2 says there was a man suffering from, I'm not sure what your translation says. What does it say? A water disease. A water disease. It means like when there is too much water under your skin, it like boils up or something like that. You can just say that then. И там написано в 2-м стихе, Перед ним находился человек, все тело которого вздулось от водянки. And so Jesus has discussion with the Pharisees about whether it's okay to heal on the Sabbath or not. And so in verse 4 it just simply says that they didn't answer Jesus and he just took a hold of the man and he was healed and he sent him away. 4-й стих говорит, но они ничего не ответили. Тогда дотронувшись до него, он исцелил его и отослал. Turn all the way to chapter 17. 17-я глава. Verse, beginning with verse 11. Luke 17, verse 11. So it says, now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. On the road, 10 men who had leprosy met him. Когда он вошел в одно из селений, ему навстречу вышли 10 человек, страдавших проказой. They cried out, Jesus, have pity or have mercy upon us. Они остановились на расстоянии, позвали его, Иешуа, раби, сжались над нами. It says, when he saw them, he said, go show yourselves to the priest. Он сказал, идите и пусть священники осмотрят вас. And as they went, they were cleansed. И по пути они очистились. And then one came back and gave Jesus thanks. Один из них, как только заметил, что исцелился, вернулся, громко восхваляя Бога. So isn't this interesting? It's the lepers who initiated the encounter. Здесь инициаторами являются прокаженные. They asked for him to have mercy upon them. Они попросили смилостивиться над ними. And he doesn't approach them, but speaks to them from the distance. Он не подходил к ним, но на расстоянии говорил с ними. He doesn't tell them to be healed. Он не говорил им исцелиться. He doesn't tell leprosy to go. Не изгонял проказу. He just speaks to them and say, go show yourself to the priest. Он сказал им, идите, покажитесь священнику. Evidently, a small element of faith on their behalf. И от них требовалось немного веры. Сказано, что они повернулись и пошли к священнику. They were immediately healed. И в это время они исцелились. Isn't that amazing? Правда, поразительно. Go show yourself to the priest. Пойдите, покажитесь священнику. Bam! Бах и сила проявилась. И они исцелились. И история, как бы, не совсем простая, потому что один вернулся воздать славу Богу и поклониться Ему. I mean, if I had leprosy and then I turned around and I didn't have leprosy, that'd be pretty amazing to me. Ну, я понимаю, если бы у меня было проказы, я повернулся и очистился от проказы, то, конечно, это было бы удивительно для меня. I mean, you think you'd at least get a wow out of them or, you know, something. То есть вы от чего-то освободились. Last healing encounter that we find in the Gospel of Luke is chapter 18. И последнее упоминание об исцелении в Луке 18. Okay. And it's going to be verse 35. 35 стих. All right. Jesus was walking towards Jericho. Когда Иешу подходил к Ериху. Blind beggar sitting on the roadside. У дороги сидел один слепой и просил милостыню. The crowd told him that Jesus was passing by. Услышав, что мимо него проходит много людей, он поинтересовался в чем дело, и ему сказали, что это Иешуа и Снуцер это. He said, Jesus, the son of David, have mercy on me. Он закричал, Иешуа, сын Давида, смилостя надо мной. The crowd told him, be quiet. Но толпа говорила, чтобы он замолчал. And he yelled all the more. Но он от этого стал кричать еще больше. What does this show on the part of this blind beggar? И что это говорит об этом слепом? He had faith. У него была вера. But it's almost like he's desperate. То есть он был в отчаянии, можно сказать, да? He's sitting there, he can't see. They said, Jesus is coming by, and he's like, this is my chance. This is my chance. So he cried out, and they told him to be quiet. And he just yelled all the more. He didn't care if he was causing a disturbance. Ему было все равно, если он вызывал какое-то... Sometimes it's desperation that will cause us to chase after what God has for us. Иногда отчаяние приводит к тому, что мы начинаем верить и взывать Господу. Насколько отчаянны вы в том, что вы уже хотите получить это заселение? Иешу остановился и спросил, чего ты хочешь? Тот сказал, я хочу, чтобы прозреть. And interesting word Jesus uses. Иешу использует интересные слова. Receive your sight. We have just... Ламбано. Декомай. Буквально имеется в виду, получи свое зрение. I've translated what you've said. Ламбано, that's what it is in the Greek. Okay, на греческом это слово ламбано. Yeah. It's an interesting word. Очень интересное слово. It's like it's there if you'll just take it. То есть, как будто бы, это есть для тебя приготовлено, просто возьми это. Подумайте. It's there if you'll just take it. Оно там просто нужно взять. How much of what we need for Jesus is there if we'll just take it? Сколько всего мы уже имеем от Иешуа, просто нам нужно это взять. И дальше сказано, вера твоя исцелила тебя. И сразу же к нему вернуло зрение. И сразу же к нему вернуло зрение. Разве не удивительно? И вы можете обратиться к своим записям, вы видите, что где-то у вас две страницы или больше мест Писания, говорящих об исцелении. Это служение исцеления Иешуа только в одном Евангелии. И последние главы Луки, они говорят о последней неделе Иешуа, о жизни Иешуа на земле. If you look in chapter 19, verse 28, this is the beginning of Jesus entering into Jerusalem for the last time. Луки 19, verse 28, is where Jesus, that's where Jesus is entering into Jerusalem for his last week. And it's the last week of his last week. So, all of Luke up to this point, there's been three years of the ministry of Jesus, and in the gospel of Luke, it's just filled with one healing encounter after another. наполнено было одним служением исцеления за другим. Насколько важно служение исцеления Иешуа? Какой огромный приоритет оно имело? Нам нужно осознать, что служение исцеления Иешуа, оно отражало намерение сердца Божьего. И нам нужно понять и осознать на основании этого учения, что Бог желает исцелять людей. И Иешуа как минимум одну треть своего служения потратил на исцеление. Если мы хотим быть служителями Господа Иешуа и Мессии, то часть нашего служения должна быть посвящена исцелению. Аминь. Аминь. Я так думаю. Аминь. Я так думаю. Аминь. Аминь. Up to this point, do you have any questions about any of these healing encounters касательно какого-либо случая исцеления, который мы рассмотрели? Any questions or comments? Вопросы или комментарии? Yes? No? Yes? Question? Yes. I think so. Right here. Да. Надо ли знать название болезни или достаточные симптомы? Should we know the name of the disease, or it is just enough to know the symptoms? What does the example of Jesus show us? А что говорит нам пример Ишуа? Автор Евангелия Лука Иногда пишет о том, какую болезнь имел человек, который получил исцеление. Но очень редко мы видим, когда Ишуа называл конкретную болезнь. И я знаю, что есть люди, которые учат об исцелении, и это учение очень-очень сложное. Но, в общем, я могу сказать, что Ишуа, исходя из того, что мы прочитали, говорил так. Ты болен? Будь здоров. Yes? Yes. Как мы отличаем, бес ли вызвал болезнь, или она сама появилась, правильно? How we discern, if it's the disease that comes through the devil, or some of the evil spirit, or it comes through the natural thing? Good question. Это хороший вопрос. Один из атрибутов, которым нам нужно иметь, которым нужно вооружиться, это возможность слышать Господа. Мы должны слушать Господа и иметь дух развлечения. Писание говорит, что мы можем это делать. Но как и в случае с любым другим даром, мы должны практиковать этот дар. И мы можем иметь дух развлечения. Мы можем иметь уши, которые слышат, что Бог говорит нам. Мы знаем, что Ишуа говорит, что Он делал то, что видел Отца Творящим. Представьте, то есть Отец, Он действует в невидимой духовной реальности. То есть Дух Божий, Он покрывает и двигается вокруг человека, чтобы высвободить исцеление. И Ишуа видел это духовными глазами. И Он провозглашал то, что видел является волей Отца. Вот так Он служил. В Писании мы знаем, когда люди, слуги Божьи, они видели духовную реальность. В Танахе и в Новом Завете. Помните в случае с Елисеем и его слугой Геезием? Когда царь Арама пришел, чтобы убить Елисея, послал войска. Помните эту историю? И Геези пошел за утренней газетой. Он вышел и увидел, что армия окружила город. Он прибежал в их дом. И сказал, Елисея, Елисея! И Елисея сидел и ел сухой завтрак с молоком. И говорит, что там армия собралась убить нас. А Елисей вообще не обращал на это внимания, продолжал есть. Остановился. И сказал, тех, кто за нас больше, тех, кто против нас. И продолжил завтракать. А Геези, да о чем ты говоришь вообще? А Елисей ему сказал, ты просто не видишь. И поэтому он попросил Бога, чтобы он открыл глаза Геези. И когда он открыл глаза, он увидел духовную невидимую реальность. И увидел армии небесные, которые были вокруг. В Новом Завете, в многих случаях, мы видим, как Павел, Петр видели невидимую реальность. Видели ангелов. Помните, как ангел пришел и освободил Петра из девицы? И он был немного сбит с толку вначале. Потому что он не мог понять, это видение или это ангел на самом деле. Ангел вывел его из темницы и повел на улицы города. И потом оставил. И потом Петр понял, что это был ангел Господа. Он пришел домой, постучал в двери. И служанка она подошла к дверям. И сказала, ой, нет, там Петр. И убежала, оставив его настоящим на улице. Она прибежала на собрание, где молились за то, чтобы его отпустили. И она сказала, там Петр пришел. Они сказали, невозможно, чтобы Петр пришел, потому что он в темнице, а мы молимся, чтобы его освободили. Это забавно. Он не может стоять возле дверей, потому что мы молимся, чтобы его освободили. Так вы послушайте, ваши молитвы сработали, он уже здесь. Знаете, что ему сказали? Наверное, это не Петр, это ангел. Его ангел. Почему бы они сказали это? Потому что они часто видели ангелов и духовную реальность. Если бы сейчас зашел кто-то в двери и сказал бы, что Валентин зашел сюда, я бы сказал, это невозможно. Потому что он сейчас за городом. Наверное, это его ангел. И вы бы подумали, что человек сошел с ума. Да? Да. Нет, не сегодня. Ну, понятно, что уже после этой истории не сказали бы. Но они как раз сказали об ангеле, потому что часто видели ангелов. И мы верим, что возможно для народа Божьего видеть невидимую реальность. То есть нам возможно совершать дела, которые совершал Ишуа. Потому что он говорит, что он совершал то, что видел Отца Творящим. И на вершине всего этого мы имеем Духа Святой. Дух Святой живет в нас. И Ишуа сказал, что Дух Святой поведет нас в истину. И когда мы совершаем служение, сердце Бога, оно направлено на то, чтобы каждому человеку оказали полноценное служение. И Дух Святой будет давать нам мудрость, чтобы мы понимали, как служить людям. Теперь, чтобы наши уши слышали и глаза видели, мы должны жить такой жизнью, которая не позволяет нашим ушам закрыться и нашим глазам не потускнеть. Ишуа говорил о потемнении глаз. Если мы хотим быть эффективными служителями, нам нужно хранить наши глаза, чтобы они были в свете. А уши, чтобы были открытыми. И мы можем это делать. Однажды воскресным утром на служении мы проводили служение исцеления для одной женщины. Мы не видели, чтобы она получала исцеление, не было никакого прорыва. Но я знал, что сила Божия присутствовала. У меня была вся вера. И я чувствовал, что у нее также была вера. Но такое впечатление, что на пути стояла стена. И я спросил у Духа Святого, в чем проблема. И Он дал мне видение. Я увидел, как эта женщина, которым мы служили, как она еще маленькая девочка. И она игралась, как бы, я вижу в этом видении, что она катается на качеле с другой девочкой. И это все, что я увидел. И я сразу предположил, что вопрос в какой-то обиде. И непрощение. И я ей сказал. Я сказал, я вижу вас и еще одну девочку на детской площадке. И я думаю, что есть что-то об этом встрече, что вызывает хиндричность в вашу исцеление. Может быть, мое предположение, что какая-то встреча на детской площадке препятствует вашему исцелению сегодня. И как только я это сказал, она сразу поняла, о чем речь. И действительно, это касалось непрощения. Она покаялась, простила. И моментально приняла исцеление. У нас есть Дух Святой. Он поведет нас. Он направит. Поможет увидеть то, чего мы не видим. Потому что это сердце Духа Святого видеть это. И совершать это. Мы должны практиковать слышание. И послушание. И взаимодействие с Духом Святым. Хорошо? И этот вопрос, который вы задали, очень важен. Еще есть вопросы? Или комментарии? Нет? 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 It's not a question, but she says that she wants to see without glasses. See without glasses, okay. Have you... Ask her if she's... Does she have a word from the Lord about that? Есть слово от Господа об этом у вас. Okay. I would start, I would start with telling the Lord, I'd like to be able to see correctly without glasses. Okay. Start with that. Ask that regularly. Okay. You don't have to stir up, you know, a spiritual voice or anything. Не надо нагнетать обстановку, говорить каким-то духовным голосом. Just out of your relationship. Просто на основании ваших отношений к Богу. Father, I really would like to be able to see correctly without glasses. Just do it continuously. There will be a day that you will feel led of the Lord to take glasses off, set them aside, and not use them that day. There may be moments in that day where you think, oh, I need to grab my glasses. In that moment, in that moment, trust the Lord, and leave them alone. And attempt to go the rest of that day without them. And you will be amazed as to how waiting on the Lord and believing by faith, that you can have, I believe you can have what you're asking for. You can have, I believe you can have what you're asking for. I've seen this happen with a number of people. I've seen this happen with a number of people. Is there any disease that there is no God's will to heal us from this disease? That's a good question. That's a good question. I think, remember, remember that sickness and disease comes, first of all, because there's sin in the world. Помните, я говорил о том, что болезни приходят, потому что грех находится в мире. And I think that there are some sickness and diseases that have fallen on certain people groups. И я верю, что есть целые болезни, которые касаются целых народов или как бы групп людей because of the sin of the people group. Потому что по причине их греха, греха вот этой группы людей. And I think that it takes a lot of, I think it takes a lot of the people of that people group to repent in order for that to be lifted. Я считаю, что многие люди из этой группы людей, которые больны чем-то, они должны покаяться, чтобы получить исцеление всем. And I think that we live in a day where we're seeing that. And we live in those times, when we see that. We could, I don't want to open this up because this could get, it would be a debate beyond which we're ready to discuss at this moment. But I think we could make a good case for the disease of AIDS as an infirmity that is set in because of sin. I think there's a lot of cancers that's a sin that's been passed down through generations. Также я верю, что есть определенные виды рака, которые передаются из-за греха от поколения к поколению. I mean, it's amazing how many different kinds of cancers there are today. Удивительно, что сегодня существует множество разновидностей рака. I think there are some that are associated with curses and also there are there are a number of diseases that I think are associated with ancestral curses. There are a number of other diseases that I think are associated with ancestral curses. I believe there are other diseases, which are associated именно with ancestral curses. How many of you are aware of the organization that's called Freemasonry? Does that translate into your Freemasonry? Masonic Lodge? The Masonic Lodge? Are you all aware of what that is? Yeah. Okay. Many curses associated with that fraternity. That is a spirit of darkness that tries to operate as an angel of light. The very root of that organization is demonic. Потому что корень этой организации он как бы бесовский. But they present themselves as agents of goodness and help and hope. But when you reach the 32nd level in that fraternity, you discover that your prayers have all been prayed to Lucifer. And as you ascend from one level to the next, you take a vow that if you leave the fraternity, you bring down curses upon you and your family. And the curses are like diseases, limitations, like dementia, Alzheimer's on the mind. Разные болезни умственные. And so those are curses. And if you have relatives who've agreed with those vows, and if you have or if you have or have родственники or predки, who are who are who are who are with these abet. Then that gives the authority to those demonic spirits to hold that on a person. And so that's a long answer to your question. But yes, in some places it can get complicated because of But I still think it's possible through repentance and through recanting the authority that's been given to the demonic spirit. через покаяние и через как бы разрушение власти этих бесовских сил можно получить исцеление. Yeah. So I think any believer that might have any of that in their background they can work through a process to eventually get free and get totally healed. Amen. Amen. Okay. Break time. Пирюро. Субтитры создавал DimaTorzok